Здравствуйте, уважаемые зрители! На сегодняшний день в системах отопления и кондиционирования по умолчанию подразумевается автоматическая регулировка температуры. Ну а современный темп жизни таков, что порой необходимо удаленно, например, с работы, управлять котлом или кондиционером. Поэтому мы в этом видео поговорим о приборах Компьютерм, это хорошее устройство по соотношению цена-качество и функциональности, которое позволяет управлять газовым котлом, водяным теплым полом, кондиционером, в том числе и удаленным. И, конечно же, есть различные ценовые категории. И в первой части данного видео мы кратко рассмотрим, какие изделия представлены на рынке, а во второй части, в качестве бонуса, я покажу, как можно подключить вот этот прибор Компьютерм Q7 к системе электрического отопления. Итак, давайте же рассмотрим каталог. Буду это делать на примере сайта официального дилера фирмы Компьютерм в Украине. Что мы здесь имеем? Есть электронные термостаты. Они позволяют управлять газовым котлом, электрической системой отопления, водяным теплым полом. Также удобно, что есть такие устройства, которые работают на беспроводной связи. То есть, между котлом и термостатом не нужно прокладывать буквальный провод. Размещается передатчик-приемник. И поэтому данный термостат можно размещать в любом месте дома. И, во-вторых, вы можете в разное время дня переносить термостат из одного помещения в другое. Таким образом, регулировать температуру там, где это необходимо. Также есть программируемые термостаты, которые позволяют управлять газовым котлом или электрическим отоплением. В частности, вот этот прибор Компьютерм Q7 это один из видов программируемых термостатов. В нем можно сутки разбить на 6 временных интервалов, в которых задается определенная температура. И это делается на каждый день. Что очень удобно. Также есть там изделие, например, Т-70, в котором даже почасово можно выставлять температуру. Очень удобно. Ну и, как говорил, также есть устройство, которое позволяет через интернет управлять системой отопления или кондиционирования. Смотря что подключено. Это Wi-Fi терморегулятор. Очень удобная вещь. Это для тех людей, которые хотят контролировать температуру, находясь в каком-то другом месте. Или же мониторить состояние температуры. В том или ином помещении. Но для этого необходимо установить и приложение на смартфон или планшет компьютерм и серия. С помощью которого можно и мониторить, и управлять системами отопления и кондиционирования. Также есть термостаты для управления водяным теплым полом. Ну и мы понимаем, что далеко не всегда нужны эти, так сказать, навороты, да, эти функции. Порой бывает просто есть потребность в обычном механическом термостате, который, кстати, недорого стоит, потому что не каждый человек может позволить себе купить тот же Wi-Fi терморегулятор. Поэтому, конечно же, есть и механические термостаты, которые, кстати, имеют и довольно-таки приемлемую цену. Ну и также есть различные контроллеры управления. Например, умные штепсерные вилки, или же устройства, которые позволяют управлять несколькими зонами. Компьютерм Q4Z. То есть управляет, позволяет управлять четырьмя зонами по максимуму. Да, есть такие газовые котлы, в которых можно подключать несколько термостатов. И вот как раз с помощью этого устройства можно регулировать в каждой зоне индивидуально режим отопления или кондиционирования. Вот как раз для согласования этих термостатов, которые расставлены по помещению в различных комнатах, и с котлом. Вот используется этот прибор компьютером Q4Z. Это такой краткий обзор, из которого, я думаю, стало понятно, какие приборы можно купить. В большинстве случаев гарантия идет 24 месяца на изделие. Но, как показывает практика, что данные приборы сделаны довольно качественно, служат 7 лет и дольше по отзывам. Поэтому неудивительно, что на них есть спрос. Ну и как обещал, немножко расскажу, как можно подключить вот этот прибор, программируемый термостат Компьютерм Q7, к системе электрического отопления. Хочу сразу сказать, что он сам этот прибор не может управлять нагрузкой. Этот прибор при раскрытии условно раскалывается на две части. К передней крышке прикреплена плата управления. Там же есть отсек для двух пальчиковых батареек. То есть прибор питается от 3 вольт. А на задней крышке размещена релюшка, которая тоже, кстати, управляется напряжением 3 вольта, и которая может коммутировать нагрузку. Это 220 вольт мощности, стандартная нагрузка электросети, и ток до 8 ампер. Как мы понимаем, чтобы подключить, например, электрическую систему отопления, например, в помещении, где я устанавливал этот терморегулятор, есть 11 конвекторов термия, что сам по себе этот терморегулятор, он физически не вытянет такую нагрузку. Поэтому он подключается к контактору, который расположен в щитке. И управляет этим контактором, самоконтактор уже сам включает или отключает электрическую сеть отопления. И, по сути, он является своего рода таким электрическим выключателем. Вот как у нас есть выключатель, мы нажали, разорвали цепь, лампочка потухла. Включили, замкнули цепь, лампочка загорелась. Так и получается, в определенные моменты времени, когда температура опускается ниже заданной, в режиме управления отоплением, релюшка замыкается, то есть фаза приходит на контакт 2, уходит с контакта 1. То есть нормально разомкнутый контакт. Но при температуре, которая будет ниже, чем мы указали, контакты замыкаются, и эта фаза возвращается на контакт. В случае же с кондиционированием, там наоборот. Там получается, что провод, по которому фаза уходит, это подключается к контакту 3. И у нас получается, благодаря этому, нормально замкнутый контакт. То есть кондиционер работает, потому что контакт замкнутый. Как только температура достигла необходимого значения, он, контакт размыкается. Температура поднялась выше, чем надо, контакт замкнулся, кондиционер начинает охлаждать. Таким образом работает этот терморегулятор. То есть настраивается тоже, он довольно-таки просто. Стандартная инструкция идет на иностранном языке, но на сайте приложена инструкция на украинском языке, если и на русском можно скачать при желании. То есть все хорошо объяснено. Ну и также хотел сказать, в отношении дилера, у которого я покупал, то есть тоже очень хорошее обслуживание. Он не просто продал, но и помог решить одну проблемку. Дело в том, что реле изначально находилось в замкнутом состоянии, когда я подключил отопление. Поэтому при температуре, когда она опустилась ниже, ну ясно, оно не замыкалось. Я позвонил этому человеку, он просто сказал, что надо температуру опустить ниже порога, потом опять поднять, то есть сделать такой, как бы пуск поднятия температуры. И реле стало в свое исходное положение. Все включилось, работает. Надеюсь, данный ролик оказался для вас полезным. Если он понравился вам, поставьте лайк, не забудьте, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ну и до новых встреч на YouTube. Всего хорошего.